И теперь мы говорим о слове экономия. В свое время такое было. Помните, еще при Брежневе мы говорили, что нам необходимо жить экономно. И экономия сейчас, можно так же продолжать и ездить, и отдыхать. При этом не тратя финансы на то, что вам не является необходимым. Да, у нас возникли проблемы, у государства возникли проблемы. Ну и что же, мы не первый раз эти проблемы проходили, и все у нас, в принципе, было нормально. Конечно, исчезают банки. Такая штука случается. Потому что банки это то же самое, что взяли люди денежки, обналичили. Представляете, в России тысяча банков, но не то количество банков останется. Примерно шесть банков всего и останется. Все остальное завалится. И мне сейчас человек говорил, что я забираю свои деньги и отнесу в хоум-кредит. Я искренне посмеялся, думаю, ну вперед из песни. Не в одном, так ты в другом прогоришь, это твои проблемы. Что бы мне бы хотелось? Я бы тоже хотел денежные средства увеличить. В данном конкретном случае я принесу бы свои средства в гранд-капитал-кредит. И не буду никуда торопиться. Потому что когда-нибудь такое случится, что мне нужны будут деньги, или не мне, точнее, ну мне-то о чем говорить. И скорее всего моему сыну они нужны будут. И рано или поздно он получит то, что нужно. Хотя, по сути, что ему надо? У него есть и так трехкомнатная квартира и все остальное. Поэтому мы вам говорим, торопиться никуда не надо. Если вы хотите что-то себе купить крутое, ну в смысле телевизор, холодильник и все остальное. Ну вот телевизор я бы вам рекомендовал купить за бугром. Потому что взяли себе билеты в Индию. Взяли денежные финансы, не такие большие, кстати. Вот, чтобы понятно, да, у нас телевизор еще четвертого и еще третьего поколения продаются. Плазменные и там проекционные. Во всем мире уже 12-е. Только мы переплачиваем за третье поколение столько, сколько стоит 12-е. Ну это нормальное явление, что же вы хотите. И спокойненько принесли то, что вы хотите. В другом смысле разговоров нет. То есть, если вы берете финансы, то проще гораздо купить все это за бугром. Хотя надо понимать, что и мы тоже куда-то в ту степь смотреть начали. Вы знаете, это клево приходится, когда ты начал понимать, как история рушится и как она становится. Когда ты понимаешь настоящую силу бабушек. И это они, а не наши женщины. И коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Да и не надо говорить, что у бабушек все дряхленькое становится. Как они вырывают свои деньги. И я видел летом 1995 года. Именно тогда пирамидки неместные свалили из города. А тот, кто пытался прорваться в городе, слились. А потом появились банки. И самое забавное, к таким банкам отношение было другое. Тысяча банков и самый главный Сбер. И кто вам говорит о истории, посмотрите интернет. И поверьте, наша история только началась в середине 90-х годов прошлого века. Все они валятся, но народ молчит. Другой вариант. Как заработать деньги, не беря кредит. Да очень просто. Не беря кредит под 50%. А беря деньги у населения. Кто может справиться? Только тот, кто работает. Много таких не знаю. То есть, прежде чем нести деньги, вы подумайте. 23-25%, но максимум 27% это максимум. Выше? Читайте пирамидки. Люди приходят. И вы всем выдаёте денежные средства? Да, мы всем выдаём денежные средства. Такая ситуация возникает. Лопаются структурки такие. Их много разных в городе. Вы работаете уже не первый год, не второй, не третий. Почти пять лет уже работаете. И вот люди приходят и выдают средства. Типа у вас. Но по сути, что это такое? Это пирамидки, которые набирают свои средства. То есть, надо понять, да? Вот они говорят, что там 50-60, там 120% годовых. Но рано или поздно они просто исчезают. Да, это те люди, которые не наши, не с города Магнитогорска приезжие. А все люди и так думают, да? Что вы приезжие? Да, что мы тоже не с Магнитогорска, а с других городов. Но это же не так? Нет, это не так. Мы Магнитогорские, мы местные. Теперь возникает другой вопрос. Человек захотел себе квартиру купить. Вот сейчас возникает такой вопрос, да? Вот. Это обыкновенный человек, что-то он может сделать, что-то нет. Вы посерьезнее организация, да? И вы можете сказать, так ты принеси нам человека, который тебе эту квартиру продаст. Возможно, это будет серьезная другая организация, с которой вы и договоритесь. Поскольку по стольку мы круче, чем обыкновенный человек, у нас товарная база выше, мы предлагаем взаимозачетную схему и человек получает квартиру. Вообще никаких проблем получается. Договор с вами получил квартиру. Да, совершенно верно. И вот вы посмотрите, сколько банков рушится. И вы знаете, сколько их останется. Количество нормальных потребительских кооперативов небольшое. Понятно, что им выгодно брать у вас деньги. Но это пока. Потому что как только Россия вернется в нормальное русло и всем будут выдавать кредиты под 9% максимум, тогда ситуация поменяется. И я четко знаю, что рано или поздно это наступит. Но я не знаю, когда это будет. Да, мы заработаем меньше, но это будет правильный рубль. Ну а сейчас проще поднять свои деньги с кредитным потребительским кооперативом Grand Capital Credit. И в очередной раз мы вам показываем, как работает кредитно-потребительский кооператив Grand Capital Credit. Почему меня сегодня пригласили? По одной простой причине. Рассказать магнитогостам, что торопиться никуда не стоит. Потому что некоторые товарищи приходят и говорят, дайте мои деньги сразу, сегодня и сейчас. Я говорю, так куда вы торопитесь? Торопиться-то не надо. Потому что кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit 100% вам выдает деньги. Вам выдает деньги. Некоторые говорят, я сейчас все дело заберу. Я говорю, а куда ты их потом принесешь? Ну вот один человек при мне сейчас сказал, что он купил однокомнатную квартиру. Однокомнатную квартиру. Сейчас вам будет смешно. Сейчас, да? Однокомнатную квартиру. Сейчас расскажу. Миллион двести рублей. Если бы он посмотрел мою передачу, он бы сказал, что за миллион двести рублей, ну чуть-чуть, если добавить, можете купить трехкомнатный дом. Нормальный дом, большой дом. И вы будете жить безо всяких там соседей справа, слева и вообще. Надо смотреть телевизор. Когда я ему сейчас сказал, продай свою квартиру, отдай свои деньги и купи себе дом. Он сказал, не, 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 я этого не сделал. Я говорю, почему? Ну почему? Ну, не мои проблемы. Что в моих руках? В моих руках список должников. Их не так уж и много, кстати. Всего, ну, даже меньше, чем 50 человек. Из них, это по решению, сюда я могу прочитать, 50% будет сидеть. Потому что сумма там весьма приличная. Все остальные товарищи, они никуда не выйдут. И на этом кредитный потребительский оператив сказал, все, должников больше не будет. Не будет больше должников. Потому что проще ваши деньги брать, на них наворачивать, давать вам замечательные проценты. И уже потом спокойно жить. Ну, чуть-чуть, подождите. Ну, чуть-чуть, немножко.